Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас с вами долгожданное видео, обзор по бифлексам, которые мы используем в работе. Когда я только начинала шить купальники, я покупала то, что было в магазинах и, собственно, сталкивалась с рядом сложностей. Самая основная сложность оказалась то, что ряд бифлексов идут с водоотталкивающей пропиткой. А что это означает? Это означает, что на таких бифлексах крайне сложно рисовать. Если мы рисуем по таким бифлексам, глиттером, он через некоторое время отваливается, и камни на таких бифлексах держатся значительно хуже, чем на обычных бифлексах. Потом был достаточно длительный период, когда я покупала бифлексы все, которые мне нравятся по оттенкам, но практика показала, что это тоже не совсем правильный подход, что нужно, во-первых, основываться на хорошее качество бифлекса и нужно все-таки придерживаться покупки конкретных оттенков, конкретных производителей. Не стоит покупать все оттенки красного, например, которые есть в магазине. Во-первых, в отличие от пошива платьев для бальных танцев, у нас бифлекс подвергается еще окрашиванию. В бальных танцах берется полотно одного цвета, из него шьется платье, и оно уже больше не подвергается никакому окрашиванию. У нас же художественные работы применяются достаточно интенсивно, и, в принципе, на купальнике увидеть бифлекс родного цвета можно только в ограниченных местах. Поэтому, в принципе, можно прийти к определенному количеству тонов и работать именно с ними, что, собственно, мы сейчас и сделали. В итоге мы создали свой собственный каталог, в котором собраны бифлексы, которые мы используем в нашей мастерской. Этот каталог составлен из бифлексов двух производителей. Это итальянский производитель Carvica и английский производитель Crissan. Здесь еще есть порядка четырех оттенков бифлекса корейских производителей. К сожалению, название корейских производителей я не знаю, потому как мы покупаем это здесь уже у перепродавцов. Они, к сожалению, не хотят с нами делиться названиями производителей этих тканей. Но бифлексы очень хорошие. И почему я их покупаю? Потому что ни у Carvica, ни у Crissan сопоставимого по качеству и цвету аналога я не нашла. И если вы имеете развернутую информацию о том, где и как производится в Корее бифлексы, мы будем рады с вами посотрудничать. Бифлексы производства Carvica и Crissan практически очень похожи по качеству. Вот у меня здесь Crissan, а это Carvica. Грубо говоря, если мне дадут в руке два этих бифлекса, я их не смогу отличить по качеству. Они оба приблизительно одинаковы по органолептическим показателям и достаточно хорошие качественные бифлексы. Здесь у меня в руках еще сейчас бифлекс корейских производителей. По ощущениям, эта ткань чуть-чуть толще, чем Crissan и Carvica. Но это тоже достаточно качественная, хорошая ткань. Почему я использую все-таки ткани разных производителей? Ну, к сожалению, у нас получается, что Crissan на данный момент более дорогие бифлексы. По качеству, как вы видите, они абсолютно сопоставимы с бифлексами Carvica. Но у Carvica, к сожалению, я не смогла подобрать ряд оттенков, которые меня устроят без водоотталкивающей пропитки. Давайте посмотрим, что такое водоотталкивающая пропитка как раз на примере бифлексов Carvica. Я взяла чистую воду, взяла кисть, чтобы было удобнее показывать. И мы сейчас пройдемся с вами по бифлексам. Видите, я провожу, и вода сразу впиталась. Бифлекс изменил цвет, и впитывание произошло сразу же. Мы понимаем, что на этом бифлексе водоотталкивающей пропитки нет. Также мы сейчас пройдем по другим цветам синие гаммы, и вы видите, что практически все они обладают прекрасными показателями впитываемости. Если мы с вами пройдемся по соседней сиреневой гамме, мы увидим с вами немножко другую картину. Смотрите, видите, она даже не намазалась. Она стоит капелькой. Вот я ее пытаюсь втереть, и это не получается. Здесь очень сильная водоотталкивающая пропитка. Здесь пропитки нет. На соседнем послабее. Видите, опять водоотталкивающая пропитка. Я здесь, когда делала такие тесты, я прям отмечала капелькой, какие бифлексы показывают высокую степень водоотталкивания. Есть надежда, что производитель прислушается к нашим пожеланиям и выпустит ряд цветов без водоотталкивающей пропитки. Но, к сожалению, сейчас вот такие вот бифлексы, на которых капелька стоит, видите, не задерживаясь, к сожалению, мы применять не можем. Конечно, опытный художник справится и с таким бифлексом. Видите, шикарный цвет, а водоотталкивание такое сильное, что капля скорее задерживается на кисте, чем хочет лежать на ткани. И мы предпочитаем лучше купить ткань, которая обладает более подходящими для нас качествами. В итоге, проанализировав ассортимент крисан, мы столкнулись с тем, что ряд особо востребованных цветов, например, как вот эти вот флуоресцентные цвета, обладает очень сильной водоотталкивающей пропиткой. И, к сожалению, использовать мы их не можем. Вообще, изначально я рассчитывала использовать именно только ткани карвика, но практика показала, что, к сожалению, мы сейчас не можем это делать именно из-за такой сильной водоотталкивающей пропитки на некоторых цветах ткани. Поэтому мы сделали отбор. Те цвета, которые без пропитки мы заказали и сейчас используем активно, они очень красивые, очень яркие. У карвика потрясающая синяя и зеленая гамма. Но очень многие цвета, в которых есть розоватые оттенки, они показывают нам высокое водоотталкивание. С красной гаммой здесь ситуация лучше. Вы видите, что красные цвета вполне хорошо впитывают воду. Здесь проблем нет. Мы выбрали из каталога карвика наиболее яркие, наиболее красивые цвета. И сейчас их активно используем. Скорее всего, ассортимент тканей карвика мы будем расширять. Они мне нравятся. Это замечательные бифлексы, с которыми приятно работать. И так как в тканях карвика у нас остались многие незакрытые позиции флюоресцентных и розовых цветов, я обратилась к каталогу Крисан, для которых мы сейчас с вами проведем точно такой же тест по водоотталкиванию. Сразу могу сказать, что водоотталкивание у Крисан есть. Вот как вы видите на флюоресцентном желтом. Это матовый бифлекс. Есть водоотталкивание, но оно чуть слабее, чем у карвика. В принципе, я бы использовала вот этот матовый желтый бифлекс Крисан, если бы у меня не было альтернативы у корейского производителя. Мы пройдемся сейчас по флюоресцентным красным. Вы видите, что водоотталкивание присутствует, но чуть-чуть полежав, вода на ткани начинает впитываться. Видите, она сначала была водоотталкивающая, а сейчас уже потихонечку впиталась. Если мы посмотрим на такие же карвика, то там на протяжении этого времени все равно водоотталкивание сохраняется. А здесь, как вы видите, после непродолжительного промежутка времени вода все-таки впиталась. Это значит, что такие бифлексы мы все-таки использовать можем. Я сейчас прохожусь водой именно по блестящим бифлексам, потому что я отдаю предпочтение именно блестящим бифлексам. Матовые бифлексы доступны на российском рынке. Если вам они больше нравятся, то, естественно, вы можете их покупать. Но в своем магазине мы продаем именно те бифлексы, которые используем в своей мастерской. Как вы видите, здесь тоже на некоторых бифлексах водоотталкивания почти нет, а на каких-то сохраняется. И сейчас мы посмотрим на желтый флуоресцентный бифлекс корейского производства. Здесь у меня каталога, конечно, нет. Вот вы можете увидеть, что вода в ткань впиталась практически сразу. Вот видите, она впитывается очень быстро. Именно поэтому буквально совсем несколько оттенков корейского бифлекса мы используем. И есть еще один цвет, который мы используем, корейский бифлекс, не потому что он без водоотталкивающей пропитки, а потому что аналога такого цвета у других производителей просто нет. Вот этот яркий темно-синий электрик, к сожалению, аналогов такого цвета ни у кого больше я не встречала. Это очень яркий цвет, который прям цепляет глаз, и его однозначно стоит использовать. Водоотталкивающей пропитки на нем, как и на других корейских бифлексов, нет. Вода впитывается сразу же. Часто задают вопрос, что же с этой водоотталкивающей пропиткой делать? Ничего с ней не сделаешь, к сожалению, ни отстирывание, ни вываривание, ничего не помогает. В водоотталкивающей пропитке вы не избавитесь. Если вам так не повезло, что вы купили водоотталкивающий бифлекс, и вам его нужно протонировать, единственный вариант – нашить на него сверху сетку тон в тон и тонировать уже сетку. Почему производители делают эту водоотталкивающую пропитку? Дело в чем? Флуоресцентные цвета и цвета с большим количеством розового пигмента, красные, розовые, фиолетовые, они, к сожалению, имеют достаточно низкую стойкость к линьке, выгоранию, ну и воздействию окружающей среды. Это мы можем даже увидеть по спецификации, которые производители дают на свои ткани. Здесь мы видим маркировку цветом низких показателей стойкости к воздействию окружающей среды. И вот посмотрите, вот цвета, флуоресцентные цвета, да, они все имеют достаточно низкую стойкость. И вот этой водоотталкивающей пропиткой производитель старается зафиксировать цвет от выгорания и от линки. Это мой вывод, он может, конечно, не очень соответствовать реальности, но мне кажется, что это так. То, что я рассказала сейчас про показатели водоотталкивания у каждого производителя, мы должны понимать, что это не постоянные параметры, да, то есть что каждый производитель работает над качеством своей продукции, и следующие волковские могут иметь отличие от того, что я сейчас показывала и того, что сейчас сказала. И мы надеемся, что через некоторое время мы сможем иметь у лучших производителей самые лучшие, самые яркие цвета в том качестве, которое нам бы хотелось видеть. В нашем магазине вы можете приобрести все те ткани, которые мы используем в нашей мастерской, как я уже говорила. Еще больший ассортимент тканей вы можете приобрести в интернет-магазине нашего партнера СВ Стразы. Они также возят матовые бифлексы, потому что матовые бифлексы нравятся, например, другим мастерам. И возят также вообще достаточно широкий ассортимент других тканей. Субтитры создавал DimaTorzok